всех приветствую сегодня предлагаю съездить на каркасный дом который я уже снимал там произошли некоторые изменения горботился уже настелили полы теперь можно спокойно передвигаться не порхать по лагам как бабочка как завещал касси узклей сейчас загрузим инструмент поедем посмотрим нужно обеспечить сейчас плотником фронт работы нужно заложить в стены нужной коммуникации электрику по котельной и вывести байпасные узлы для подключения радиаторов чтобы они могли отделывать стены а как ваш день начинается мой начинается вот так вот загрузки инструмента каждый божий день я гружу свою машину инструментом которого с каждым днем становится все больше и а знаете что самая паршивая мне это нравится ну вот мы с вами добрались до объекта здесь вот появилась вот такая вот дверь прошлый раз здесь была пленочка короеды тут уже настелили полы теперь можно спокойно ходить не прыгать по лагам здесь у нас как помните котельная располагается в прошлый раз мы подготовили все выводы коллекторный узел я прошлый раз не показывал не успел снять коллектор горячей воды рециркуляции насосик рециркуляции и коллектор холодное водоснабжение вот здесь так как перегородки нет все это подвесили на деревянную конструкцию она сейчас уберется коллектора снимутся останутся только трубки так торчать сейчас у нас задача стоит подготовить выводы с этой вот стены заложить электрические провода вывод на радиатор сделать вот такой вот байпасный узел тцшный он вот так вот будет из стены торчать в общем нам нужно подготовить стену на отделку и здесь как можете заметить полы в санузле и в котельной ниже чем основной пол в доме сделано не просто так здесь будет находиться теплый пол вот такой полистирол теплые полы будут сухим способом сделал такой полистирол фрезерованный в него укладываются металлические пластины тепло распределительные вот в эту канавку укладывается труба теплого пола и потом сверху все это накрывается гвл он специально идет с четвертью то есть замковым соединением проведу небольшую экскурсию по дому сейчас когда появились полы и появились перегородки как-то понятнее становится вообще расположение помещений вот здесь прихожая 12 квадратных метров она полы в ней специально сделаны чуть ниже здесь будет теплый пол сухим способом укладываться дальше мы попадаем в коридор вот здесь где вот эти вот деревяшки и коллектора на них висят здесь будет перегородка сюда будет дверь в котельную рядом с котельной через перегородку вот заложен брус и вот как видите канализация и трубы горячего холодного снабжения попадают внутрь во внутрь перегородки здесь будет санузел лестничный марш там решили под окном 3 соточку батареи установить там будет кабинет здесь вот такая вот гостиная с выходом на веранду и здесь будет кухня вот она по этой стене будет располагаться сделаны выводы под нее еще нужно организовать вывод для посудомоечной машинки то есть установить счет ранечок сделать отдельный вывод ну на втором этаже там просто спальня и санузел пока там ничего нет еще открытые лаги ходить там неохота прыгать по ним или не все чё-то сегодня сейчас у нас стоит задача подготовить все выводы а то есть дать фронт работ нашим любимым плотником они сейчас будут зашивать вот эти вот стены в котельной санузле они сначала обшивают шпунтованный дсп quick deck потом на эту шпунтованную дсп монтируется профиля гипска под гипсокартон зашивается гипсокартоном и плитка потом уже в качестве чистовой отделки и нам вот необходимо сейчас подготовить все выводы заложить электропроводку для котла для насосов для системы gsm контроля удаленного вот я нарезаю бруски для того чтобы подготовить закладные под радиаторный узел чтобы нормально корректно его выставить прикрутить самое главное все четко разметить как говорится 7 раз отмеря 1 отрежь чтобы потом радиатор который будет вывешиваться уже на чистовую стену висел в своих осях конкретно здесь будет радиатор секционный биметаллический с нижним подключением и у него обратная подключается слева изнутри подающая линия подключается справа в отличие от радиаторов стальных панельных там подающая линия подключается изнутри радиатора то есть слева и от самое главное не запутаться не перепутать чтобы произвести соединение необходимо надеть пресс-тулку на трубу экспандером расширить ее сшитый полиэтилен расширяется два раза с проворотом экспандера затем трубка вместе со втулкой надевается на штуцер фитинга и при помощи инструмента запрессовывается на него соединение получается очень надежная и что самое главное оно практически лишено человеческого фактора каким-то образом накосячить невозможно здесь я решил выбрать паз под кронштейн узла чтобы притопить его в плоскость стены для того чтобы отделочником было легко и просто потом монтировать имитацию бруса все-таки мы делаем одно дело и должны друг другу помогать и нужно с уважением относиться к работе других мастеров а свою делать хорошо с оглядкой на то что после тебя придут другие мастера и будут тоже работать и не нужно перекидывать на них свои недоработки завтра нам нужно выходить уже на новый объект поэтому сегодня мы работаем максимально быстро четко слаженно никто не сидит не филонит подготавливаю электрокабель заправляю в серую пвх гофру она не поддерживает горение в отличие от черной гофры которая производится из полиэтилена низкого давления он горючий поэтому использовать ее не стоит деревянных домах мы лучше использовать серую гофру а черную необходимо применять на улице там для нее самое место она меньше подвержена воздействию ультрафиолета и прослужит на улице дольше нежели серая гофра я помню как один из моих клиентов очень удивлялся почему это у нас смете столько электрокабеля но я сторонник того что все что касается автоматизации котельной и электрики по котельной сантехники должны выполнять самостоятельно и не перекладывать эту работу на электрика поскольку зачастую мы не знаем какая у него квалификация сможет ли он правильно и грамотно разложить нужные провода для того чтобы кабеля четко выходили в нужных местах необходимо учитывать будущее расположение всего оборудования по котельной а это уже слишком специфичные вещи и поэтому мы приняли для себя решение что всю электрику по котельной мы делаем самостоятельно ну вот мы с вами перенеслись в пространстве и времени у меня тут уже два дня прошло вышли мы вчера на новый объект вчера правда не снимал пойдемте посмотрим вот такой вот красавчик небольшой одноэтажный каркас ничек на бетонных сваях небольшие одноэтажные дома это сейчас тренд слава богу никто уже не строит эти грабины 500 метровые вот мы заходим в дом небольшая прихожка здесь вот на право санузел будет душевая унитаз и раковина окошко и под ним радиатор на эту сторону котельная из дома в нее доступа не будет вот там вот есть дверь вторая с крыльца и сразу же мы попадаем в большую кухню-гостиную она в центре дома находится вот здесь вот где наши шмотки висят тут будет кухня здесь вот она будет расположена посмотрите большие окна с дверным блоком выход на террасу там отличный просто вид из окон сейчас ранняя весна летом конечно будет все это красивее когда зазеленеет все на самый главный простор ну вот из кухни гостиной есть еще вход еще в один санузел здесь также душевая раковина унитаз и будь небольшой радиатор вот под этим окном рядом спальня здесь вот еще одна спальня будет и на эту сторону большая комната с двумя большими окнами света очень много светлая комната ну вот обратите внимание то есть мы вчера подключили всего лишь три прибора а здесь 11 радиаторов по всему дому будет ну смотрите какой уже шлейф сколько он места занимает поэтому я вообще противник коллекторно-лучевой разводки по ряду причин а уж в каркасном доме так тем более особенно когда нам не оставили вообще место для маневра то есть мы можем прокладываться вот только в этом бруске от контр брус нашит 5 сантиметров не только в этом расстоянии мы можем уложиться но самое главное что мы успели здесь остановить плотников все ребята которые тут общестроем занимаются они уже начали все зашивать стены стали зашивать готовились уже полы стелить но слава богу клиент сам сообразил что нужно бы уже инженерку начинать делать что нужно звать электриков сантехников вчера мы вышли сюда на этот объект поговорили с плотниками но ребята общем собрались и на недельку уехали домой у нас сейчас задача за неделю подготовить этот дом под окончательную финишную отделку прибиваю гвоздями контр брус в тех местах где он не будет пропиливаться затем аккумуляторной цепной пилой делаю надрезы я не дорезаю брусок до конца для того чтобы не испортить пароизоляцию аккумуляторной пилой очень удобно работать в помещении так как от нее нет никакого выхлопа в отличие от бензиновой пилы брусок я уже дорезаю реноватором максимально аккуратно стараясь не зацепить пленку не повредить ее многие считают что небольшие повреждения пароизоляционной пленки несущественные можно ими пренебречь но на самом деле это не так в каркасном доме целостность пароизоляции это очень и очень важный фактор в конце ролика я расскажу про все негативные и неприятные процессы которые происходят в конструкции каркасного дома с поврежденной пароизоляцией и ветрозащитой далее я раскатываю трубу металлополимерную эта труба стабилизированная в ней находится слой алюминиевой фольги с ней гораздо удобнее работать нежели с трубой однослойной она держит форму не пытается закрутиться обратно в бухту как это делает труба однослойная которую вы видели на предыдущем объекте не путайте эту трубу с так называемой металлопластиковой у них разные толщины стенок и соответственно монтируются они разными пресс-фитингами металлопластиковая труба прессуется на фитинге под радиальный обжим а вот эта труба она опрессовывается фитингами под аксиальную опрессовку клиент нам привез вот такой вот утеплитель синий на обратку красный на подачу я называю этот утеплитель энергофлекс для особо одаренных среди самых отсталых это уж чтобы мы точно не перепутали где у нас подача где обратка видимо клиент посмотрел на наши высокоодухотворенные лица и решил что одноцветный утеплитель нам не стоит покупать а вот разноцветный скотч это уже мы приобрели чтобы все было красиво по фэн-шую хотя есть такое расхожее мнение что перфекционизм это грех креплю трубы на перфоленту здесь самое главное не переусердствовать не нужно ее сильно зажимать труба должна лежать свободно прессую обратку здесь будет высокий стальной трубчатый радиатор российской фирмы рефар и у них обратная магистраль подключается изнутри а подающая снаружи то есть обратка слева а подача справа обратите внимание что для металлополимерной трубы используется пресс стулка другого цвета она большего диаметра чем при стулке для однослойной трубы которую мы использовали на предыдущем объекте труба стабилизированная алюминием и труба однослойная отличаются толщиной стенки а вот внутренний диаметр у них одинаковый поэтому фитинги используются одинаковые а вот при стулке отличаются и конкретно у т.ц при стулке разные по цвету потому что одна из них никелированная другая не покрыта никелем а другие бренды такие например как royal termo делают на своих при стулках проточку чтобы их можно было отличить друг от друга и самое главное не перепутать при стулке между собой после того как магистрально радиатор смонтирована можно приступать к монтажу и обвязки коллектора радиаторной сети повторюсь я не сторонник коллекторно-лучевой разводки все те плюсы которые пропагандируют ее адепты мне кажется надуманными стоимостью нее высокая гидравлическое сопротивление также высокая если сравнивать ее с обычной тройниковой системой а ее якобы надежность на мой взгляд это большое преувеличение но на данном объекте коллекторная система это желание клиента а она как известно закон еще пару слов вот о такой небольшой особенности при работе в каркасных домах у нас нет никого перекрытия мы вынуждены здесь прыгать по этим жердочкам естественно мы не спортсмены не эквилибристы и не в самой хорошей физической форме здесь на секундочку работы 3 электрика в этом небольшом доме работаю я и мой напарник то есть пять человек по инженерке трудится мы здесь ходим толкаемся оступаемся и неизбежно возникают вот такие вот моменты просто это неизбежно здесь уже в нескольких местах пароизоляцию порвали поэтому если вы делаете инженерку вот на таком этапе когда есть уже утепление пароизоляция не поскупитесь купите там два рулона хорошего скотча для проклейки пароизоляции один скотч выдайте электриком 2 рулон выдайте сантехником и пусть они все эти дыры за собой заделывают ну и плюс сейчас мы будем делать вводные коммуникации то есть там канализация водоснабжение сквозь перекрытие будет проходить и все эти места тоже нужно будет проклеивать к примеру вот узел ввода воды черная труба пнд это приходящая в синей теплоизоляции эта труба на уличный полив пароизоляция проклеена и также ветрозащита снизу перекрытие тоже проклеена для того чтобы качественно проклеить ветрозащиту необходимо разрезать сетку от грызунов будьте осторожны она очень острая обратите внимание на мои перчатки они все изорваны но в этом и есть смысл этой сетки мышка полевка должна себя исцарапать всю моську чтобы потерять интерес к вашему дому и не пытаться в него залезть поэтому нет смысла использовать какую-то толстую сетку а совсем наоборот сетка против грызунов должна быть максимально тонкой и острой затем я проклеиваю место прохождения трубы кусочками скотча подклеиваю ветрозащиту непосредственно к трубе клеющий слой на скотче закрыт подложкой приклеивается он намертво держится очень очень крепко после того как все входы выходы коммуникации проклеены необходимо вернуть сетку на ее законное место и соединить ее края проволокой эти процедуры необходимо произвести со всеми коммуникациями которые входят или выходят из вашего дома в 1 электрический кабель интернет уличное освещение канализация трубы водоснабжения все 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 необходимо проклеить нужно качественно все загерметизировать как ветрозащиту со стороны улицы так и пароизоляционную пленку изнутри помещения да эта работа отнимает очень много времени но это нужное и важное мероприятие необходимо делать это очень и очень важно но к сожалению многие мастера этого не делают то ли от незнания то ли от раздолбайства на этом этапе мы заканчиваем заложили все нужные магистрали теперь опрессовываем систему ставим ее под избыточное давление и систему водоснабжения и отопления одновременно прессовываем вместе с этим сразу же прокачиваем ветки радиаторной сети чтобы в них не оставалось воздуха установили манометр на коллекторе по нему можно будет отслеживать наличие давления в системе это важно для дальнейшей отделки потому что вдруг какой-нибудь шальной гвоздь прилетит в трубу пробьет ее ненароком насквозь и такое бывает к сожалению и вообще функции выполняет пароизоляции ветрозащита ну понятно язык название что ветрозащита защищает утеплитель от ветра от выдувания а пароизоляция предохраняет утеплитель от переувлажнения поскольку внутри помещения у нас всегда много водяных паров мы там готовим моемся дышим выдыхаем теплый влажный воздух так вот эти водяные пары из помещения всегда стремятся видеть наружу они всегда стремятся в сторону холодного сухого воздуха и если пароизоляция смонтирована с нарушениями то эти водяные пары проникая в толщу утеплителя конденсируются там и переувлажняют утеплитель ну и понятно что мокрый утеплитель он перестает выполнять свою основную функцию он не может больше сопротивляться теплопередаче это как пытаться согреться в мокрой шубе есть еще один момент базальтовый утеплитель состоит из отдельных волокон и вот эти волокна они склеены формальдегидным связующим это связующее она водорастворимая и если утеплитель переувлажнился то связующее растворяется перестает удерживать волокна утеплитель начинает сыпаться если к плохо смонтированной пароизоляции у нас еще плюсом смонтирована плохо ветрозащита то уличный ветер начинает просто выдувать эти отдельные волокна и выдувает он их во внутрь помещения понятно что дышать этими волокнами наверное не очень хорошо для здоровья ветрозащита нужна не просто так достаточно понять то как вообще работает здание когда она обдувается ветром воздушные потоки огибают здание и вокруг здания образуются области пониженного давления где-то появляется подъемная сила то есть по большому счету здание начинает работать как крыло самолета добавьте к этому то что внутри помещения воздух нагрет он легче тяжелый холодный воздух пытается постоянно его заместить то есть холодный воздух он всегда стремится попасть во внутрь помещения ну и плюс к тому что у нас появляется зона пониженного давления в эти зоны стремится весь окружающий воздух и поэтому даже через небольшую неплотность даже через замочную скважину в ветреную погоду может проходить огромное количество воздуха просто кубометры и эти все кубометры нужно будет нагреть и оплатить здесь даже самое главное проблема не в том что мы будем вынуждены переплачивать за отопление дома проблема в том что сам конструктив дома будет от этого страдать конструкции будут переувлажняться запросто может завестись плесень какой-нибудь грибок утеплитель и со временем будет деградировать потому что вот эти вот циклы намокания его замерзания высыхания выдувания они будут уничтожать утеплитель внутри конструкции дома то есть сама конструкция дома будет от этого страдать просто потому что какой-то нерадивый мастер не потрудился проклеить стыке пароизоляции и понятно дело что какая-то одна небольшая дырочка в пароизоляции или ветрозащите она не уничтожит ваш дом но если таких дырочек по всему дому набежит много это может привести к печальным последствиям ну и конечно же дышать базальтовым волокном я думаю не очень-то полезно ну и на этом у меня все как обычно гейм овер и и и и и и